В 2010 году строители, прокладывавшие шоссе через чилийскую пустыню Атакама, сделали открытие, которое казалось невозможным. Там, в одном из самых засушливых мест на Земле, они обнаружили китов. Не одна или две, а десятки прекрасно сохранившихся окаменелостей китов, лежащих посреди пустыни. Как огромные океанские существа оказались в пустыне? И почему их оказалось так много в одном месте? Ответы на эти вопросы откроют одну из самых захватывающих глав в истории Земли. Итак, давайте начнем. Место строительства быстро превратилось в одно из самых важных открытий в области окаменелостей века. Палеонтологи обнаружили не только китов, но и тюленей, водных ленивцев и даже вымерший вид кошелотов. Все они прекрасно сохранились, как будто умерли вчера, а не миллионы лет назад. Но самым загадочным было не просто их местоположение, а их позиция. Большинство китов лежали брюхом кверху. И, как ни странно, все они указывали в одном направлении. Здесь произошло что-то катастрофическое, и ученые были готовы раскрыть тайну, которая создавалась миллионы лет. Находка была ошеломляющей по своим масштабам. На территории размером примерно с три футбольных поля рабочие обнаружили более сорока полных скелетов китов. Среди них были виды, которых сегодня больше не существует, в том числе вымершее семейство кошелотов с гигантскими зубами и причудливые тюлени, похожие на моржей. По-настоящему необычной находку сделало не только количество окаменелостей, но и их состояние. Скелеты были прекрасно сохранены, каждая кость была целой и находилась в одном месте. Даже ус, мягкие пии, похожие на волосы-фильтры, которые киты использовали для добычи пищи, оставили четкие отпечатки в скале, чего почти никогда не увидишь в окаменелостях китов. Это место было настолько богато окаменелостями, что ученым пришлось поторопиться, прежде чем возобновилось строительство шоссе. Они использовали технологию 3D-сканирования и санесейнувания для создания подробных цифровых карт каждого скелета. Некоторые киты настолько хорошо сохранились, что исследователи даже смогли определить, что они ели в последний раз. Но самой интригующей деталью было то, как погибли эти древние киты. Они были не просто разбросаны случайным образом. На самом деле они были расположены разными слоями, что позволяет предположить, что эти массовые случаи гибели произошли не один раз, а по меньшей мере 4 раза. Что-то продолжало убивать большие группы китов в одном и том же месте, снова и снова. Помните тех китов в пустыне, о которых мы обещали рассказать? Вот тут-то история становится по-настоящему интересной. Между семью и девятью миллионами лет назад земля, на которой были найдены эти окаменелости, вовсе не была пустыней. Это было дно богатого бурлящего океана. Пустыня Атакама, которая сейчас является одним из самых засушливых мест на Земле, когда-то была обширной морской экосистемой. Об этом свидетельствуют не только кости китов. Ученые нашли окаменелых марлинов, рыбу-меч и даже древних пингвинов. Это было место, изобилующее жизнью, больше похожее на современный Тихий океан, чем на бесплодную пустыню, которую мы видим сейчас. Но как океанское дно оказалось посреди пустыни? Ответ кроется в одной из самых мощных сил на Земле – тектоники плит. Когда массивные плиты, составляющие земную кору, столкнулись, они медленно поднялись вверх. Горы Анды. Этот массовый процесс горообразования буквально поднял древнее морское дно на тысячи футов в воздух. Эта драматическая трансформация произошла не за одну ночь. Потребовались миллионы лет воздействия геологических сил, которые превратили дно океана в вершину горы. Киты и другие морские обитатели были уже окаменевшими, когда это произошло. Их можно было наблюдать в их древних могилах, поскольку земля под ними поднималась все выше и выше. Невероятная сохранность этих окаменелостей рассказывает свою собственную захватывающую историю. Когда эти киты умерли, они опустились на дно океана. Но то, что произошло дальше, было экстраординарным. Вместо того, чтобы медленно разлагаться или быть съеденными падальщиками, как большинство мертвых китов, они были быстро погребены под слоем отложений. Представьте, что их быстро засыпало песком на пляже, но в огромных масштабах. Отложения покрыли этих китов так быстро и так полностью, что создали идеальные условия для окаменения. Даже их нежный китовый ус, мягкие щеточкообразные фильтры во рту оставляли четкие отпечатки на скале, что редко встречается в окаменелостях китов. Но вот что действительно привлекло внимание ученых. Окаменелости были найдены в разных слоях, каждый из которых представляет собой отдельный случай массовой гибели. Эти киты погибли не в результате одного трагического события. Это происходило по меньшей мере четыре раза на протяжении тысячелетий. Слои отложений говорят нам еще о чем-то важном. Между каждой группой окаменелостей китов есть слои, содержащие нормальную морскую флору и фауну, что свидетельствует о том, что океан возвращался к здоровым условиям между массовыми вымираниями. Но что же было причиной этих повторяющихся эпизодов массовой гибели? Ученые нашли первую важную подсказку в том, как располагались киты. Произошло. Почти все они лежали животом вверх, и большинство из них были направлены в одном направлении. Это не было случайным. Что-то убило этих китов быстро, прежде чем течение успело разбросать их тела. И они умерли так, что всплыли брюхом вверх. Прорыв произошел, когда исследователи изучили окружающие скалы. Они обнаружили высокую концентрацию веществ, указывающих на массовое цветение водорослей. Взрывоопасные заросли токсичных водорослей, которые могут отравить морскую флору и фауну. Жизнь. Известно, что эти вредные водоросли вырабатывают нейротоксины, которые могут убивать морских млекопитающих даже в наши дни. Теория полностью согласуется со всеми доказательствами. Ядовитые водоросли отравили бы китов, когда они всплыли бы на поверхность, чтобы подышать воздухом. После смерти их тело плавали бы брюхом вверх, пока не опустились бы на морское дно. Те же токсичные условия, которые привели к их гибели, отпугнули бы падальщиков, которые обычно питаются тушами китов. Но что привело к тому, что эти смертоносные водоросли продолжают свисти в одном и том же месте? Ответ кроется в древней географии этого района. В этой части океана были идеальные условия для цветения водорослей, теплая вода, обилие питательных веществ, поступающих из глубоководных источников, и береговая линия, которая удерживала токсичную воду в мелких заливах. Кладбище китов таило в себе еще больше сюрпризов. Среди окаменелостей ученые обнаружили доисторического мегахитера, вымерший вид кошелотов с зубами размером с ладонь. Этот древний охотник был одним из главных хищников океана, но даже он не был защищен от ядовитых водорослей, которые унесли так много жизней. Окаменелости также позволили узнать кое-что о древних океанских течениях. То, как были расположены тела китов, соответствовало направлению мощных океанских течений миллионы лет назад. Эти же течения, возможно, способствовали концентрации токсичных водорослей в этом смертельно опасном заливе. В современных случаях, когда киты выбрасываются на берег, часто погибает всего несколько особей. Самое большее – дюжина. Но здесь, в этой древней бухте, десятки китов погибали одновременно по нескольку раз. Это говорит о том, что токсичное цветение было гораздо более мощным, чем все, что мы наблюдаем сегодня, и создало то, что ученые называют «зоной уничтожения» в Древнем Тихом океане. Сегодня это место стало еще более актуальным, поскольку из-за изменения климата токсичное цветение водорослей стало более распространенным явлением в наших современных океанах. То, что произошло здесь миллионы лет назад, может быть предупреждением о том, что может произойти в наших океанах сейчас. Это древнее кладбище китов стало важной точкой отсчета для современных ученых, изучающих массовое вымирание морских животных. Сегодня в океанах все чаще наблюдается цветение токсичных водорослей, вызванное потеплением вод и ростом загрязнения. Окаменелости Атакамы показывают нам, что может произойти, когда это цветение достигнет катастрофических масштабов. В 2015 году массовое токсичное цветение на Тихоокеанском побережье привело к гибели тысяч тюленей и морских львов. Несмотря на разрушительные последствия, они были незначительными по сравнению с древними событиями, которые привели к появлению китового кладбища. Ученые, изучавшие оба события, заметили тревожное сходство в том, как погибли животные и где были найдены их тела. Особую тревогу вызывает то, что современные киты сталкиваются с этой угрозой наряду со многими другими, которых не существовало миллионы лет назад. Столкновение судов, загрязнение окружающей среды пластиком и коммерческий промысел. Древние захоронения китов свидетельствуют о том, что даже без учета этих современных угроз сами по себе токсичные водоросли могут привести к массовому вымиранию. Это открытие также изменило наши методы мониторинга популяции китов. В настоящее время ученые уделяют особое внимание районам, где океанские течения и география прибрежных районов могут создавать условия, подобные тем, которые привели к гибели древних китов, помогая предсказать, где может образоваться опасное цветение водорослей. Это открытие изменило наше понимание того, как могут формироваться окаменелости. Быстрое захоронение этих китов привело к тому, что ученые называют исключительной сохранностью, когда даже на самых мягких тканях остались четкие отпечатки. Некоторые окаменелости сохранились настолько хорошо, что ученые смогли изучить размер и структуру мозга китов, что дало нам новое представление об эволюции китов. Но, пожалуй, самым ценным открытием стало то, что эти окаменелости рассказали о поведении древних китов. Среди окаменелостей были пары мать-детеныш, что позволяет предположить, что когда-то это было место, куда киты приходили, чтобы вырастить своих детенышей. Это может объяснить, почему так много китов были уязвимы перед ядовитыми цветами. Их собирали в больших количествах в период отела. На месте раскопок также сохранились свидетельства древних паразитов и болезней китов. Отметины на костях показывают, с какими проблемами для здоровья киты сталкивались миллионы лет назад. Некоторые из этих древних заболеваний удивительно похожи на те, от которых страдают современные киты, в то время как другие совершенно неизвестны науке. Строительство шоссе, которое привело к этому открытию, в конечном итоге было завершено, но не раньше, чем это место было тщательно задокументировано с использованием технологии 3D-сканирования. Каждая ископаемая, каждая кость и каждая деталь были сохранены в цифровом виде, что позволило ученым продолжить изучение этого замечательного захоронения даже после того, как по нему была проложена новая дорога. Это древнее китовое кладбище изменило наши взгляды на массовую гибель китов. Сегодня. Случаи выброса китов на берег часто попадают в заголовки газет, но окаменелости в Атакаме показывают нам, что эти события происходили миллионы лет назад. Что изменилось, так это их чистота. Они происходят чаще, чем когда-либо в истории человечества. Это открытие имеет решающее значение для понимания того, как изменение климата может повлиять на морскую флору и фауну. Условия, которые создали это древнее ядовитое цветение, теплые воды, специфические океанские течения и высокий уровень питательных веществ, становятся все более распространенными в современных океанах. Те. Ученые используют данные, полученные из этих окаменелостей, пикшни, чтобы предсказать, где могут произойти подобные катастрофы. Но в этой истории есть и обнадеживающая сторона. Понимание того, как погибли эти древние киты, помогает нам защитить современных. В настоящее время ученые отслеживают состояние океана, которое может привести к токсичному цветению, что дает им время предупредить суда и рыболовецкие баржи о необходимости избегать этих районов. То, что когда-то было загадочным убийцей, теперь мы можем предсказать и подготовиться к нему. Шоссе, которое привело к этому открытию, до сих пор проходит через пустыню Атакама, и тысячи автомобилей ежедневно проезжают по тому, что когда-то было древним океанским дном. Мало кто из водителей знает, что они проезжают по одному из самых важных мест нахождения ископаемых, когда-либо обнаруженных, месту, которое продолжает помогать нам понимать и защищать жизнь в наших современных океанах. Сегодня это кит Атакама. Могила продолжает оказывать неожиданное влияние на морскую науку. Окаменелости настолько хорошо сохранились, что ученые до сих пор делают новые открытия, используя передовые методы сканирования, которые были недоступны, когда это место было впервые обнаружено. Каждое новое исследование раскрывает все больше подробностей об этих древних океанских катастрофах. Сайт стал мощным напоминанием о том, как радикально может измениться наша планета. Место, которое когда-то было бурлящим океаном, полным китов, тюленей и бесчисленного множества других морских обитателей, теперь превратилось в одну из самых засушливых пустынь на Земле. Мощные силы, поднявшие окаменелости китов с морского дна в пустыню, действуют и по сей день, медленно изменяя облик нашей планеты. Самое главное, эти древние киты помогают нам защищать своих современных сородичей. Понимая, насколько массовыми были случаи вымирания в прошлом, мы лучше подготовлены к тому, чтобы предотвратить их в будущем. То, что началось как случайное открытие во время строительства шоссе, стало одним из важнейших окон в прошлое Земли. В следующий раз, когда вы услышите в новостях о цветении токсичных водорослей, вспомните о китах в пустыне Атакама. Их история, сохраненная в камне на протяжении миллионов лет, не просто о смерти, она о том, как понимание прошлого может помочь нам спасти будущее. Увидимся позже.